еще раз всех приветствую вы на конференции нарратив в играх это поток шоу кейсов с вами андрей и следующий год до михаил с игрой в л буквально перед тем как мы приступим к презентации пару слов о нашем партнере это завод games собственно наш генеральный спонсор студия создавшая хит на фейсбуке the island farm завод games объединяет преимущества успешной компании и плюсы независимой студии собственно теперь михаил тебе слово спасибо большое всех приветствую смотрит сейчас эту конференцию меня зовут михаил фетисов я являюсь руководителем проекта велм расскажу немножко команде которую представляем команда gms lab в основном она была собрана людьми которые прошли курсы в шб и сейчас команде гораздо больше людей в том числе артисты и демизайнеры маркетологи все очень талантливые крутые ребята мы хотим мы все собрались делать замечательные проект платформер метроидвайне про путешествие соответственно мальчика дросска в майянском мире мертвых шибальбе сам проект на ранних этапах вдохновлялся мультику pixar тайна коко анимационным сериалом аватар и тоже крутым проектом в жанре метроидвайне это собственно холл найт многим известный немножко сеттинги игры которые в котором у нас действие происходит это собственно южная америка условно мексика цель за христианская в общем католическая латиноамериканская страна на рубеже 19 20 века то есть завоевание как из которым уже произошло но нет каких-то атрибутов современности есть история берет начало прибрежном городе сан ламар этот город имеет реальный прототип в виде мексиканского же города тулум возле которого находятся различными скажем так руины остатки остатки городов древних майя вот собственно основное действие игры будет происходить в майянском мире мертвых шибальбе которая будет состоять из шести тематических уровней локаций так называемых домов испытаний и также будет некая хаб локация откуда главный герой будет заходить новый дом возвращаться в нее как-то прокачиваться собирая различные ресурсы в ходе путешествия немножко про концепцию мира у нас есть мир живых это город сам ламар как я сказал в нем уживаются как потомки испаников конкискадоров которые завоевали это эти территории так и потомки индейцев майя непосредственно которые с ведущей там знают все верования и придут чтят традиции своих предков уживаются вполне мирно в одном городе потому что там заключили некий договор когда город основывали что одни помогают другим другие помогают первым собственно второй мир который у нас представлен в игре это мир мертвых шибальбе там будет основной есть я уже сказал на начальной стадии у нас была в концепте еще третий мир небесное царство но мы от него впоследствии отказались потому что иначе бы пришлось бы перечислять очень многих богов из пантеона майя потому что были идеи там как-то через них давайте герою улучшение прокачку но впоследствии отказались оставили решили оставить только двух богов из всего пантеона это непосредственно кукулькан и кукулькан они одни из важнейших благов майянском пантеоне в нашей нашей игре по концепции они представляют собой такое первый представляет а полонистическое начало созидательное второй соответственно дионисовая разрушительные то есть но они оба работали над созданием людей один непосредственно их создал уракан а кукулькан даровал им базовые навыки охота рыболовство фермерство и даровал календарь вот они будут играть очень важную роль в самом сюжете нашей игры вот поскольку по сюжету люди когда когда-то когда были созданы ураканом и обучились ремеслам от кукулькана они решили что все-таки кукулькан даровал им более полезные навыки и собственно прекратили поклоняться в таком количестве уракану но уракан затаил обиду и сошел в мир мертвых в шибалибу где правили демоны пара слов о главном героин нашей игры это юноша подросток 13 14 15 лет диего как будет выглядеть в итоге и собственно он единственный сын мира города растет без матери многие подростки его возрасте он очень стесняется не может найти общий язык со сверстниками на очень хочет подружиться стремиться к общению вот изначально так как он сын мэра католика он не знаком с верованиями майянцев изначально из одного события которым я расскажу чуть позднее он начинает видеть вот духа хранителя своего хэви который в дальнейшем будет помогать мальчику продвигаться по миру мертвых и соответственно помогать ему будучи таким вот стихийным элементом то есть благодаря хэви у диего будут различные стихийные способности управлять водой огнем камнем там воздухом как указано на данном слайде ну и по основным врагам которые собственно являются самым злодейским злом нашей игре это демоны шибальбы которые проснулись спустя длительное время как когда они были не активны собственно и они проснулись и увидели что человечество просветает и решили что как бы надо этому воспрепятствовать опять собственно демоны властителя шибальбы у нас выглядят вот так они взяты из майянской мифологии соответственно из литературного эпоса по кульвух по легендам у них у каждого есть свой дом испытаний которым они которыми они владеют и насылают соответственно свои козни болезни всякие нехорошие на жителей сан-ламара которые находятся над шибальбой вот у нас есть концепты уже почти задизайнены они заанимированы и чимиохок и тимео баг юноши внизу первый третий это один и тот же просто немножко разных концепциях они владеют домом огня они управляют костями умерших они могут как бы их поднимать и соответственно силу черпают из своих посохов соответственно могут благодаря силе посоха вырастать в размерах и становиться вот таким вот замечательным монстром который расположен внизу в центре экрана есть концепт демона владыки дома холода ах пух он сидит на своем летающем троне насылает всякие опухоли обморожение у него есть коллега но пока он еще в разработке вот и самыми сильными демонами шибальбе у нас по лору игры скажем так является хунками и пупками владыки дома брака и темнота ну чтобы нибудь голосовым подробнее расскажу про дома испытаний это у нас шесть отдельных тематических локаций уровней 3 вы уже можете видеть в концептах внизу экрана на это дом егор который представляет собой некие такие болотистые джунгли потом дом холода лед и дом пламени огонь упавший храм который находится жерли вулкан кроме этих трех домов еще планируется дома обсидиановых ножей и там летучих мышей дом брака соответственно тематика уровней сама навевает что дизайн их будет разный все будет отличаться будут встречаться свои какие-то определенные ловушки которые можно встретить игрок который нужно будет обходить но кроме ловушек соответственно есть и в этих домах испытаний есть и противники враги мобы предполагается что будет разная фауна для каждой локации в доме ягуара например будут жрецы жрецы нежити которые собственно вот вы можете видеть на концепте и оборотни балламы которые могут превращаться будут игуаров в доме холода это будут вендиго страшные монстры и хуй тицоли снежные крысы которые будут прятаться в снегу и в определенный момент атаковать ну а дом огня есть там конечно стандартные големы тепельные призраки и но есть и скелета и такие лавовые сгустки которые будут ползать и всячески препятствовать быстрому прохождению локации так немножко про основную завязку расскажу потому что это важно в самой завязке главный герой своим поступком пробуждает древнее злое зло который я упоминал выше демонов шибали бы он как бы гуляет по городу видит толпу ребятишек которые внезапно оказались случайно из-за незнания священном месте индейцев майя возле озера с деревом закинули туда как-то мяч он решил им помочь собрался это дерево оттуда упал в озеро а озеро не простое было а собственно жертвенное его потребности индейцы майя сбрасывали жертв чтобы умилостить этих демонов чтобы ослабить действие их проклятий упал в озеро его спас его отец который оказался внезапно недалеко но демоны уже почувствовали его жизненную силу пробудились и собственно решили что город слишком мирно живет и решили разнообразить жизнь своими проклятиями начинается такой некий локальный апокалипсис и пока диего находится без сознания после того как побывал в озере жители города приходят к мэру и спрашивают что делать как с этим быть выходит шаман который и говорит что вот я знаю в чем дело это все демоны и надо их задобрить принеся в жертву юношу отец не может собственно лишиться сына и говорит что вместо него давайте уж пойду я собственно уходит в воронку в озере ну и как оказалось это не помогло демоны жадные им нужны еще души еще еще жертвы и когда мальчик наконец приходит себя видит своего духа хранителя который связан с миром мертвых потому что он впервые его увидел когда первый раз попал в озеро мальчик ищет информацию находит шамана шаман ему рассказывать что что в чем собственно говоря дело и мальчик решает идти след за отцом шаман дает ему свое благословление какое-то оружие говорит и денджеристу go alone takes is и мальчик собственно повторяет путь отца ныряет в озеро но на этом собственно завязка заканчивается и если приходит к основному сюжету о котором я сейчас не буду рассказывать потому что это спойлеры там есть очень интересные плод твисты следующий слайд какие мы инструментами помимо дизайна локации мы хотим подавать историю это стандартная система реплик диалогов то есть в ходе путешествий по шибальве мальчик будет встречать не только враждебных существ но и некие нейтральные отношения к нему сущности духи духи умерших маянцев разного сословия которые рассказывают какой-то кусочек общей части истории что произошло с этим миром до и как то что произошло до влияет на то что есть сейчас помимо духов маянцев мальчик может встречать некую тень отца слепок отпечаток то есть отец проходил раньше этим путем и оставил в этом месте какой-то какую-то эмоцию какой-то слепок своих мыслей своих своего ощущения того что он здесь видит и благодаря связи с духовным миром через своего духопомощника мальчик может видеть тоже тень отца и в репликах которого могут подаваться какие-то подсказки для дальнейшего прохождения что ждет паренька как дополнительный инструмент еще мы рассматриваем возможность создания анимерных роликов комиксов то есть либо слайд-шоу с текстом хотя не очень хорошо это конечно как потому что как говорилось в основном курсе на основном канале текст для подачи нарратива не очень хороший инструмент но тем не менее либо это будут полностью не анимации некий как в том же холлоунайте там 15-20 секунд и небольшие вставки самыми важными наиболее важными событиями которые мы хотим прям подчеркнуть либо это будут комиксы по стрипство пост по стриповая по фрейм его я прокрутка собственно обычно и предполагается что будут некие за скриптованные сцены но мы еще не до конца разработали концепции 2 ниже то есть это отличие от анимированных роликах это тоже катсцена считается но здесь не переходит на как бы на анимацию здесь идет действие как бы на геймплейном экране только камера переезжает там непосредственно к тому действие которое мы хотим показать показывает там взаимодействие персонажей и рассказывать свою часть истории и последнее это собираемые предметы то есть это могут быть некие записки оставлены поставлены попавшим мир мертвых людьми которых как-то будет описано мифология майя типа история завоевание кондискадорами майянцев и прочих идейцев либо какой-то не какая-то некая бестиарная информация по мобам чтобы было интересно ну в целом по нарративу сюжету игры я все рассказал хочу поблагодарить членов моей команды которые помогли созданием презентации это чудесные артисты июля его Егор Сушич и Снежана Корецкая и большое спасибо нашему гейм-дизайнеру как бы эту информацию всю собрал в один документ и на основании этой информации я подготовил презентацию спасибо спасибо большое интересный сеттинг кстати не читал случайно этот роман глуховского сумерки по-моему называется если честно нет вообще рекомендую больше там как раз тоже очень много про индейцев майя и про их всякие предания и так далее он очень ну мне просто свое время очень сильно зашел и у меня как-то перекликалась там как раз про ну такой апокалиптичного характера штука ну что собственно из их культуры как как фильм фильм мела гибсона ну грубо говоря наверное да ну не совсем потому что там как бы история про про то что главному герою он в каких-то архивов получил дневники конкистадора который собственно вот в этих джунглях там пытался выжить всячески вот и на фоне его изучение этого дневника начали происходить с ним всякие введения он начал сталкиваться там с этим божеством гигуаром и еще что-то там в таком духе было там просто на очень атмосферная штука возможно будет ну там какие-то идеи подчерпнуть можно будет тоже чтобы что-то дополнить ну или просто так чисто для вдохновения и удовольствия вот да здорово почитаю спасибо пожалуйста вот кстати у нас в конце месяца должен выходить первый геймплейный ролик там будут уже на красивые кадры какой-то даже базовой подачей истории вот так что рекомендую добавить нас в виш-лист и подписаться я уже добавил я уже добавил да на стиме да уже вот спасибо еще раз очень круто так ну и наверное мы сейчас будем постепенно переходить переходить к следующей к следующему нашему гостю вот желаю тебе огромных успехов ну и вообще всей команде чтобы вы ну видео я кстати жду хочу посмотреть очень интересно потому что меня и арты очень заинтересовали в целом ну прям нравится мне эта тема вот и желаю огромных успехов в том числе там как предыдущая команда горела мы ищем инвестора чтобы он был спасибо чтобы расширяться и прям вот но мы кстати тоже ищем новые руки и головы с идеями поэтому если что можете написать на славе уточкину и он тоже вас как-то познакомит поближе да кстати да тема отличная ну вячеслав уточкин в этом плане он прямо вообще красавчик потому что собирает всех людей отовсюду кто там хочет в геймдев кто хочет участвовать в разработке он прям помогает хорошо для компоновки команд вот собственно я сейчас нами пучусь тоже с ноября классная тема прям в итоге сейчас тоже в разработке участвует это конечно такой целый новый мир открывается юнити это просто да да вот ну что ж мы прерываемся буквально на пять минут и возвращ вернемся к вам уже со следующей игрой и следующим нашим гостем остаемся на связи